Анатолий Собственной Персоны 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 Анатолий Собственную Персоны Анатолий Собственной Персоны дюпелей пока без анкеров без дюпелей просто в кучку соберем с анатольевичем и также установим сюда котел дровяной полностью на ту лицу поварит и занимаемся дальше уже эта сторона готова то тоже готова сейчас эту сделаем клетку и переходим на калитки также друзья у нас пополнение ротика гнезду вон летает их кормит и он ротик открывается надо глянуть там у вагонина и на тоже сейчас мы вот эту вот клетку добавим сделаем ее вот таким вот методом а так вот как я говорил эти две будут но более может для мельчих поросят чтоб не выбегали то и сделали атаке все супер пупер вышла тут опроварили уголок поставили для жесткости и так само сделаем там и все двери сейчас начинаем двери купили на двери кругляк трубу ну на навесы и на закрывачки тоже прутики квадрат трубу на защёлки на задвижки и начинаем зверей сейчас эту одну доделаем и начинаем здесь саня дело идет быстрее я к примеру там нарезаем ушаткую ему выкладываем он варит или там наоборот ну дед Саня хороший сварщик специалист со стажем откуда я знаю дед Саню Анатольевич оттуда что он со мной работал я его брал на работу к себе в бригады на монтаж ангаров ангаров и металлоконструкции он у меня был сварщиком так мы знакомы с ним поэтому он говорит что возьми на работу я буду помогать все равно дело много еще сварка там то вода то котел надо делать то типа отопление я помогу ну конечно не бесплатно плачу ему но есть у меня получается теперь уже рабочий дед Саня Анатольевич утром приехал вечером уехал и это получается это что у нас сейчас тоже Все, Сань, тут вознаград, второй А, это тоже эта сторона Тоже эта сторона А, так осталось, Сань, другому надо Туда Так, пробуем собирать И примерно что-то для себя понять Не, Сань, положи под эту стенку А я же так и хуйчике У нас встреча Да Так, друзья, по станкам Станки я, получается, взял у канала Молодой фермер Андрюха его зовут Он мне позвонил, он говорит, что так и так Когда я надумал станки делать Он меня надолупил на Взять у него станки Он мне отдал по себе стоимости То есть он сварщику заплатил за работу Тысячу гривен Скупился на тысячу шестьсот металла Листовой металл Ну, вышло три тысячи И он мне по себе стоимости по трешке Эти станки отдал Я взял их с целью У себя собрать два А три сделать, ну, приблизительно таких же Ну, повторить Материал еще не знаю Поэтому, кому интересно, как у него В сарае стоят станки И его канал Оставлю ссылку под видео И закреплю его Комментарий вверху в комментариях Переходите, кому интересно Я посмотрел, как у него в станках стоят Свиноматки, как поросятся То есть более Пообщался, так сказать Он мне все порассказывал Что все намного лучше Поэтому я как бы решил для себя Обзавести станкам И мне так проще Лучше, я думаю, дай Бог, будет Ну, а там будем смотреть Пробуем собирать Поэтому, друзья, кому интересный канал Советую и рекомендую Я ему пообещал, что скажу за него Поэтому обещание свою выполню Саня, держи, раз Держи, два Анатолий Анатолий тоже сварщик Высочайшего Класса, поэтому Будем сами потом делать Станки, скажем, сколько вышло по материалу И сколько вышло нам по работе И сколько вышло расходников Все Скажем и показываем Кому будет интересно Получается Вот так Роберт, шайба, потом майка Да, Саня? Давай, Саня Роберт, шайба и майка Болт не надо А, и болт Также Анатолий мне делал буржуйку в тот сарай, где плитка обложена в стене Это его работа Также мне делал мангал-кораблик И Мангал-кораблик Тоже делал мне Анатолий Поднять вам? Не, не надо Вот так Вот так Ну, зажимать пока не буду, да? Ну да Так Шайба Зажимать Ага Сюда Да Да Давай Ага Вообще Правильно сначала А, наверное сначала сарь А потом сарь Да Сарь Вот так Закручиваем Слепо Лежим А я пока Верту Станок Работает на расширение сантиметров по 8 Тут Стенка 8 сантиметров Можно двигать Уже шире и тут То есть Получается 2 по 8 16 На 16 Можно Вот так раздвинуть Да Да И вот уже раздвинута Часть станка Ну, у меня все они первоклотки Поэтому я буду делать сразу на минималках На минималках На минималках На минималках А вот так Вот Сюда Сюда Девать Шайку И гайку А потом Вот так Ровер Значит Шайба Шайба Ровер Да И гайка Гайки Вот так На самый минимал Да Для наших Ну, а сюда Прутик На Замок 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 двери Сюда Я прутик купил 14 Будет такой штык Типа кочергат Ну, хотя можно закручивать я так понимаю вот так она выходит мы его чуть-чуть на искать поставим и будут и для поросят место то есть клетка 2 на 3 и будет место хватать и свиноматки и поросятам отлично вот здесь я имею ввиду что-то я поставлю штырь типа кочергу уже прутик сам прут я купил круглят вот так все выходит так она то лишь ну что получится у нас делать подобные даже чуть-чуть лучше скромничай сварщик но на самом деле сложного ничего нету ну единственное что допустим то торцы поварить трубогиб надо здесь трубогиб обычная пластина 4 миллиметра толщина с насверленными уже отверстиями с диаметром 14 миллиметров но такого ничего сложного нету ну когда она уже есть мы уже знаем где замерить где взять лекала шаблон и сделать такой же правильно поэтому будем делать с анатольевичем посчитаем сколько будет стоить на материал весь купить на данный момент цены потому что этот вышел себе стоимость 3000 я думаю это до подорожания корыто тоже у меня есть три пластиковых а два мы сделаем сами или закажу по интернету докуплю то есть вот так саня тоби тоже для кнопки надо такие да а тоже будешь да а серьезно вот александр анатольевич решил потихоньку с кнопкой начать развитие свиноводства сначала поросят а потом уже может даже и оставлять над корм по чуть-чуть да сань ну дай бог что получилось вот с кнопкой чтоб пошел хороший старт тем более у нас на комплексе дозу можно купить в любое время подъехал туда на святанок поняла купили все покрыли то есть удобно ну а так друзья вышел наш станочок для опороса и мы его чуть-чуть на искать поставим ну санька давай так чуть-чуть ты туда вот готовым вот так я его буду примерно за анкерять почему так почему так почему на искать они ровно у меня тут заливка как бы предварительно и готовилась под и станки для опоросов к чему я это веду у меня уклон идет сюда хороший уклон по моему там на и 8 сантиметров от той точки сюда буквально и также в первую очередь идет сюда налево а потом сюда то есть когда свиноматка разольет воду с поелки вода не потечет под свиноматку вода сразу удариться об стенку и пойдет сюда на низ и так у меня сделаны вот этот весь ряд два уклона идет влево и на низ то есть как бы свиноматка не болталась там с водой случае даже поилка прорвется воды под ней не будет вода сразу уходит влево и на низ но это как бы предварительно мы делали так думали я думал за станки думал сделать их ну как и все делать сделал там с какой-то там квадрат трубы то и все а это жандрюха надо умел говорит давай я тебе отправлю по себе стоимости не надо ничего там переплачивать этот сколько этот отправим не по деливари доставка двух станков мне обошлась 800 гривен по деливари получил поехал вот они есть и мы уже теперь с анатоличем знаем что примерно нам предстоит делать может что-то там от себя добавим может что-то усовершенствуем еще ну там уже она покажет когда будут тут свиноматки даст и так же анатолич и себе в будущем сделает тоже по этому же экскризу плюс-минус но там еще есть у нас наметка по станка может по бы ушки нам тоже перепадет датский станок пообещали ну если получится то покажем может с него будем слизывать или с этого но без разницы то есть а так мы с детства не работаем я же говорю нам осталось от эту секцию заварить и начинаем сейчас на данный момент все калитки потом покажем как мы делаем петли навесы и так дальше также попробуем корыто сейчас например на хоть при представить как она будет попробуем как будет корыто сама мы-то по такому принципу наверное корыто изготовим можно заказать из нержавейки из черного металла самим сделать ну корыто короче получается тут вот так становится вот эта палка сюда рычаг вот так оп вот рычаг сюда типа вот а так а ты к корыто от саня приподнимаешь вот сюда и туда он пацан на центральную дырку ну просто представляет там свою сторону да вот и так шайбы поставил не сюда вот так вот вот так ну а это выше ниже делается корыто или почистить надо опустить то есть этот уголок тоже переделаем тут а наверно удлиним чуть-чуть или приварим ниже самоту рычажок а тут ее так вот сделаем корыто пластиковые а может еще один найду пластиковые бушные тоже вот как эти хорошие не порватые не потресканные так и все остальное вот так и вот тут все переделаем тоже корыто тоже мне андрюха прослав бы уж на это он через знакомого и прослав корыто ну сколько было три нет опять надо ну сколько было хоть три мы сейчас вот только думали с анатолиевичем что возможно мы станок будем делать не с круглой трубы а с квадратной трубы я видел станки датские там получается квадрат труба тоже так погнуто примерно также но с квадратных труб квадрат труба тут круга но я думаю разница не существенная с квадрата может быть даже и проще да с квадрата проще даже он анатолий говорит ну ну и мы вам покажем как будем изготавливать себе станки и все покажем расскажем так что кому интересно было переходите на канал фермера андрея он вверху закреплю комментарий наш сотрудник по свиноводству соратник посмотрите как у него идут клетки станки как свиноматки стоят в станках кто-то говорит что типа это мучение для свиноматки но я бы так не сказал если забрал она тут опоросилась выкормила их месяц и дальше в родильное отделение в свободный воеву потом перед опоросом опять сюда и дальше туда а то кто не понимает пишут мне типа тоже ну загони в стану пускай на тут рожать но люди не понимают я как бы воспринимаю все адекватно понимаю что просто не понимает но когда свиноматка даже от того что она большая она не хочет их придавить но она их давит когда просто разворачивается а так она спокойно ляжет встанет покушала опять отдыхает кормит поросят так просто сохранность поросят больше вероятности ну и уже конечно охота сюда переехать быстрых хочу переехать к концу этого месяца июля концу я думаю успеем я смотрю успеваем и полностью все я же говорю сейчас у нас калитки начинаются и потом эти побросаем по 3 горизонтальных и клетки готовы воду кину и можно заводить отопление уже параллельно когда они даже здесь внутри тут можно попаять сделать скрутить то уже такое я как бы по отоплению тоже не буду спешить потому что надо брать по сезону кормовую базу отопление уже туда может на сентябрь но позже постепенно сделаю вот так все друзья всем пока анатолий пока от нас пока кнопал порядке за кнопку спрашивали я когда буду в анатоле я буду его забирать или отвозить может когда придется я сниму вам кнопку покажу как она там в анатолича себя чувствует отруби кнопа уже плохо есть кнопа просветает да у меня на отруби хватало заглатывалось а тут уже у него носом крутит ну понятно одна забота другая вот так друзья все всем пока